Всем привет, друзья! Сегодня я для вас планирую снять парфюмерный влог. Собралась я в Литуаль за своим заказом, который оформила с большим кэшем, плюс еще были промокоды на 40% скидку, ну и получилось действительно очень выгодно. Я, конечно же, просто уже голову сломала, что мне выбрать, потому что то, что я хочу, этого нет в наличии. В принципе, можно это заказать через менеджер Литуаль. Я вам рассказываю, что есть такая услуга, если вы видите, что онлайн нет этого аромата, в вашем городе тоже нет этого аромата, вы можете через менеджера Литуаль оформить заказ. У них есть такая услуга с самовывозом с другого города. И то есть курьер Литуаль забирает этот флакон и вам дальше вот прям эту запечатанную посылку отправляют по вашему адресу. Эта услуга стоит, по-моему, у них 500 рублей, если покупка меньше 7000 рублей, но если выше, то как бы вам это бесплатно вообще, вся эта услуга. Менеджер помогает тем, что он оформляет вот эту заявку через курьеры сам, да, вам трек-номер будет скидываться, но сам парфюм, допустим, да, вы хотите парфюм, которого нет, вы оформляете через свой личный кабинет, просто там меняете геолокацию, делаете что-то, самовывоз. Сейчас только вместо вас в этот город придет курьер, который дальше вашу посылку отправит, точнее ваш заказ отправит уже посылкой, там в прошлый раз мне, по-моему, с ДЭКом отправляли, а до этого отправляли тоже какой-то другой вообще транспортной компанией, по-моему, Курьер Экспресс. Так что это очень такая действительно крутая возможность, крутая услуга, которой нет, например, ни в Льдеботе, нет в Золотом Яблоке и нет такой услуги в Ревгоше, тем самым Ли Туаль очень-очень выберет. Я таким образом заказывала как раз свою корону Royal Crown, там другие какие-то ароматы, которые у нас распроданы. В принципе, можно было бы заморочиться, у меня есть там, вижу, с темного ароматов, которые я бы хотела, но их всех нет. Но все-таки поковырявшись, покопавшись, я нашла, что я выгодно действительно могу приобрести, и вот я еду забирать этот заказ. Но еще до этого я заказала один парфюм, который уже успел доехать, это Affecting Mind от бренда Mint. К сожалению, у них флакончики 70 миллилитров. У меня уже есть один аромат от этой марки, это их шоколад Hit The Mark, а этот парфюм я заказала вслепую, чисто по пирамиде, и это чисто осень для меня, вот такие вот мужицкие, брутальные флаконы, кстати, на магнитах, да, вот такая вот блямба прям на магнитах. Ну, кстати, можно не переживать, что как свет попадет, потому что здесь просто довойная защита. Сначала тканью обтянут, может быть, даже он сам по себе тоже какой-то темный, и еще в металлическом кофте. То есть можно вот так вот на полку ставить, хоть свет не свет, это никак не повлияет. Да, 70 миллилитров, но ароматы, скажем так, есть стойкие, есть нежные, какие-то легкие, воздушные. Кое-какие ароматы мне прислал бренд на пробы через пробники, и я о них писала в своем телеграм-канале. Этот парфюм оказался для меня про орехи и про ветивер. Очень ярко звучит ветивер. Как оказалось, некоторые его даже сравнивают с Мурмур и слышат здесь инжир. Я, честно говоря, замену сила в похожих Мурмур, то, что стоит он на фрагрантике, потому что для меня это кардинально разные ароматы. Но это чисто осень, потому что ветивер угадывается моментально для меня, он такой зеленый, лесной, с какой-то кислиночкой. Может быть, это зеленушка с кислинкой действительно кем-то воспринимается как инжир. Но это унисекс для меня. Муж, кстати, я когда ему дала попробовать, нанесла на него, он сказал, пахнет априкосовыми косточками. То есть ореховый какой-то нюанс он сразу тоже угадал. Сейчас жарко, очень жарко для него, поэтому он будет ждать таких дождливых деньков, прохладных деньков. Но, в принципе, сама композиция мне понравилась. Кто-то мне писал, что похож на Энкренуан. Ну да, нота ветивера, она достаточно такая узнаваемая. И это тот случай, когда эта нота не дымит. Потому что иногда ветивер бывает такой какой-то дымочек дает. Какая-то сухость даже, как будто сено с дыньком. Вот так иногда ветивер пахнет. Короче, ароматом я довольна, но я еще раз повторюсь, я очень хочу вибранске. Еще мне нужно посылочку сегодня отнести, что хотела сказать. На почте появилась информация, что посылки в Белгородскую и Курскую область отправляются бесплатно. Короче, доставка 0 рублей. Это относится только к обычной отправке, потому что у меня в приложении высвечивается цена за первый класс, за курьеры, а там, где обычно, доставка 0. И я, когда оформляла посылки, вот у меня девушке нужно отправить в Белгородскую область, я сначала подумала, что, наверное, туда сейчас не отправляют. Может быть, там перекрыты какие-то пути, да, по которым идут посылки наземным транспортом. Но вот, оказывается, такую вот фишку сделали на почте России. И причем это не только туда, но и оттуда тоже посылки бесплатные. Это, короче, сделано для того, чтобы люди, которые переезжали, ну, помимо помощи какой-то, да, чтобы люди могли посылать больше помощи там, кто находится, но также те люди, которые будут переезжать в другие регионы, чтобы они могли свои вещи вот так вот бесплатно отправлять. Посылки до 10 килограмм в неограниченном количестве. Поэтому вот такая вот есть фишка, если вдруг кто не знал, кто пропустил, хотя в телеге я у себя писала. Я, когда иду тестить духи, я обычно тоже чем-нибудь пшикаюсь, но что-то такое легкое, абсолютно ненавязчивое, что-то нежное, чтобы не отвлекало меня. И наношу я, как правило, ну, вот буквально несколько пшиков сзади на волосы, ну, чтобы сзади меня так приятненько пахло, когда я иду. Но на кожу, на одежду я ничего не наношу, потому что собираюсь там что-то тестировать, естественно. Ну, и новинки, которые я заберу, я тоже на себя буду наносить. Я недавно подумала о том, что я очень-очень редко ношу вишневые ароматы, и даже сидела, думала, может, какую-то интересную вишенку поискать. Потом я подумала опять, что я все равно очень редко ношу вишневые ароматы. Так что сегодня я вспомнила про вишневый аромат Луиза у синоним, и собираюсь им напшикаться, чтобы от меня сзади приятно пахло. У меня, кстати, есть вот такой вот тревел, их в коробочке он лежал, потому что у меня всего один кофр для таких тревелов. Здесь у меня был плейтранинг мандарин, он у меня уже закончился, я хочу флакончик себе уже купить. Луиза у меня тоже есть 33, да, у них там, по-моему, во флаконах миллилитров есть. Но вот я хочу поставить этот кофр и шикнуть несколько раз сзади, потому что здесь все равно имеется в виду маленький-маленький пульвик, и нужно все равно побольше наносить, чем когда вы наносите из флакона. В флаконе все-таки пульвик больше выдает продукта. Так, я думаю, вы уже видели вот эти все кофры. Вишенка легкая, воздушная, с легкой-легкой кислинкой, с легкой горчинкой. Горчинка, наверное, здесь миндаль, скорее всего, который дает эффект вишневой косточке, но прям ореховости миндальности здесь нет. Ликерности какой-то, аморета тоже здесь нет. Да, есть чуть-чуть какой-то намек на ликерную вишенку, но в целом для меня, особенно в старте, когда наносишь, это прям свежая-свежая вишенка, сочная, с кислиночкой, в которой добавили цветочки, эти цветочки немножечко, совсем капельку запудриваются. И вот этот аромат луизового синонима, он держится, ну, если его прям много-много нанести, вот прям на одежду, он будет держаться, конечно, ну, часов 6-7 точно, а так он, в принципе, на мне держится 3-3,5 часа, если вот сзади куда-то там, где я его буду слышать это время. На ламуда, я знаю, что есть, я вам уже рассказывала в своем ролике, можно применить промокод, если вдруг у кого нет своих скифей по программе лояльности, или она не действует на этот бренд, можете попробовать этот промокод применить на 15%, ну, и на маркетплейсах тоже синоним есть. Все, сейчас переодеваюсь и иду, буду вам рассказывать, что я заказала, что я потестила, надеюсь, будет что потестить, потому что все-таки ассортимент у нас как-то слабоват. Кажется, я все лето хожу в этом костюме, настолько он мне зашел, настолько он удобный, легкий, нежаркий. Моя лучшая покупка в Зарине. Всем еще раз привет, я со своим уловом уже дома, в магазине ничего не снимала, потому что и в Литуаль, которым я была, который в центре города у нас находится, напротив ЦУМа, и в ЦУМе Ревкош у нас находится, вообще голяк полный, даже если есть какие-то тестеры, они их прячут, ну и ассортимент скудный, новинок особо нету, короче, снимать было нечего. Давайте я вам сначала расскажу, что я заказала, ну что такое, что я смогла потестить, ну буквально там 6, по-моему, 7 ароматов. Очень выгодно у меня получался вот такой вот набор, обращаю ваше внимание, он идет без слюды, поэтому я его там, ну как бы открыла, проверила, чтобы все было на месте. Этот набор с промокодом, просто с промокодом, без кэша был в пределах, по-моему, 9 тысяч рублей. Я проверяла, но здесь еще блеск, как бы, да, подарок, все равно приятно. И такая же цена на том же самом Рен-де-Вул Арома Бусик, потому что вот этот аромат, он стоит дороже, чем, например, Пепл Молекул. Пик Молекул у меня когда-то была, как бы это не новый аромат, я думаю, все его знают, такие мармеладные для меня черные мишки, шампанское, взбитые сливки, такой парфюм, который много кому нравится. Заботный, легкий, женственный, шипучий, такой сладко-свежий, в принципе, никогда не будет лишним. Аппликатор здесь какой-то дешевый, вот такой вот плоский. Ой, и ложится какой-то замазкой прям, девочки. Фу, и пахнет, знаете, краской акварельной. Цвет какой-то утопленника. Липкости нет, но ощущение какого-то, честно говоря, дешевого блеска. И оттенок, мне кажется, вообще не идет. Он для меня слишком бледный. Такой бледно-розовый, с голубым каким-то... Короче, не нравится вообще блеск. Ни по запаху, ни по нанесению. Какой-то странный. И не глянец, и не матовый. Короче, вообще не нравится. Дурацкий блеск все. Парфюм классный, блеск дурацкий. Вот. Ну и плюс я, получается, списала кэш 50%. Это, ну, выгодная очень покупка получилась. И второй я рискнула взять слепую. Нашла, по-моему, один-единственный обзор на русском языке на этот бренд. Это у нас Объединенные Арабские Ароматы. Анфас Алхалиш какой-то и Леген. Аромат называется Леген. У них есть еще другой в белом флаконе аромат, который называется, по-моему, Белый Мускус. Его не было, я не смогла его затестить. Но затестил и черный, это кирки, друзья. А бакара, это синий. Еще мне достались под полы красный флакон. Это что-то похожее у Крит. Есть то, что мужики покупают. Не Авентус, а есть еще один. То ли горная вода, то ли что-то в этом духе. Короче, бренд чисто клоноклепатель. Но вот этот парфюм, у меня что-то есть подозрение. Давайте вот покажу, как это выглядит. Ну, выглядит симпатично. Очень даже симпатично. 100 миллилитров. Я посмотрела на Аромобутик, он стоит 7 тысяч рублей. Это тестер, по-моему, товарный дороже. И получается с промокодом, без кэша, он тоже получался 7 тысяч. Еще плюс я списала кэш 50%. То есть он мне вообще очень выгодно обошелся. Крышка, это пластик под металл. Она достаточно легенькая. Аромат, я, кстати, его уже наносила на руку. Аромат про белые цветы. Очень яркий, такой плотный запах белых цветов. У меня подозрение, что запас под Honor Amouage. Потому что он у меня когда-то был. В принципе, там тоже, если по пирамиде посмотрите, там и ландыши в пирамиде заявлены. И жасмин, и еще какие-то цветы белые. Ну, для меня это очень-очень яркий, белоцветочный, плотный букет. Аромат холодный. И здесь еще, мне кажется, из этого букета выбивается жасмин. Потому что я чувствую вот эту жасминовую нектарность. Иногда жасмин звучит нектарно, как, например, в Лондоне, в Пёрборе. Как Пурпойзен, Диор, там для меня тоже такой нектарный жасмин. В Дольче Габана есть аромат с жасмином. Тоже там такой нектарный жасмин. Ну, в общем, вот здесь выбивается, я слышу, вот такой жасмин. Нектарный, солнечный. Но, в целом, аромат холодный. И да, я все больше склоняюсь, что они попытались сделать Honor. В принципе, я довольна, потому что здесь нет мускуса. Вот в черный я как только пшитнула все, сразу на меня эта кирка накричала моментально. Короче, за ту сумму, за которую я его взяла, и, в принципе, за какую сумму стоит он с применением вот этого промокода на скидку 40%, ну, в принципе, он пахнет на эту сумму. То есть, он пахнет на 7-9 тысяч рублей вполне. Первый аромат это люкс, который мне понравился вот из всего того, что я сейчас вам покажу, из того, что я затестила. Наверное, он мне понравился больше всего. Я вообще про него ничего не читала, но я знала, что у Лентардит вот этих уходят и выходят и выходят фланкеры, за которыми я уже не слежу. Я уже просто от скуки такая смотрю, думаю, ну, ладно, затестю. Наверное, это одно и то же будет что-то, то же самое, только вид сбоку затестила. И это оказался офигенный люкс, друзья. Не заглядывая в пирамиду, потому что я сказала вам, да, я ничего про него не слышала, не читала и не интересовалась. Первое, это вишня с шоколадной какой-то посыпкой, шоколадной крошкой. Я такая, блин, офигенный. Нанесла на руку себе. Где-то, наверное, через час появляется земляничная тубероза, уже узнаваемая. Я потом уже заглянула, что есть табак. Может быть, он вишневый, я не знаю. Но он вообще, короче, не похож на руж, который у меня есть, потому что он такой прям пряный руж. И там контраст какой-то свежести, колкости и мягкости женственности. Здесь аромат очень такой сглаженный, очень женственный, красивый. Гурманский, даже можно сказать гурманский. Прекрасный парфюм. Я бы купила, я бы пользовалась и, наверное, считаю, что это даже один из лучших фланкеров. Второй аромат, который я затестила, это вот этот вот Торензи. О нем я читала, когда купила вот этот свой флакон. ERAE Spirit of Kings. В этот парфюм я влюбилась в свое время с первого пшика. Это очень красивая персиковая для меня пудра, мягкая, вкусная. И стартует он таким сочным, красивым ананасом. И вот старт у него похож на Джердина Бенессера Сады Помпеи. Вот такой вот ананас, как там. Все это в цветах и потом появляется как будто персиковая пудра. В общем, много про него рассказывала в свое время. Он у меня стоит на полочке с фруктово-ягодными ароматами. И вот когда я его купила, потом я про него тоже читала. Но всегда же интересно, да, почитать отзывы, когда у тебя есть какой-то парфюм. Там в похожих стоит вот этот вот Торензи. Подтверждаю сходство, я не знаю, 99,9. Никаких мускусов, ничего нет. Вот в этом парфюме я чуть-чуть, вот буквально каплю мускуса слышу. Самой-самой базе в жару, только в жару. Если чуть-чуть хотя бы прохладно, этого ничего нет. Я, в принципе, с ним познакомилась в такую дождливую, приятную, свежую погоду. Супер. Обожаю, обожаю. Очень хорошие характеристики. И он, конечно, намного дешевле. Да, он не бюджетный аромат, не бюджетная замена. Но он, конечно, намного дешевле все равно, чем вот этот Торензи. Это блокеры у меня были в карманах. Ну и, конечно, я беру свою визитницу, куда засовываю вот так вот в каждый кармашек я засовываю блотер. И, естественно, я его подписываю. И желательно его тоже вот так вот свернуть, чтобы вот эта надушенная сторона, она оказалась внутри, как бы зафиксирована в этой бумажке. Чтобы лишний раз этот парфюм не обтирался об клеенку и чтобы долго потом этот кармашек не пах парфюмом. Три аромата я затестила, которые хотела попробовать из ботиковой линейки Айзенберг. У меня есть роза Талисман. Это кожаная красивая роза, дорогая. И также у меня есть Амбра. Есть обзор на два этих аромата. Амбра это для меня такая классическая, правильная парфюмерная Амбра, которая слегка пудровая, слегка пряная, слегка какая-то вот бархатная, кашемировая. У меня там есть много-много разных оттенков. Некоторые эту линейку считают с каким-то винтажным уклоном. Я с этим не согласна. Да, эта линейка не звучит по парфюмерному как-то современно, супертрендово, нет. Это больше такой реверанс в классическую сторону, но без олдскульных каких-то странных, таких сомнительных винтажных моментов. То есть я считаю это очень-очень достойная французская парфюмерия. Тот, что Дезир. Мне нравится меньше всего, потому что это восточная история. Ну, в принципе, там, где бывает Дезир, это всегда, как правило, восточная история. Это восточное прочтение розы, но сделано аккуратно, не слишком резко, не слишком тяжело. Такой аккуратный европизированный восточно-розный аромат. В принципе, ничего больше я сказать про него не могу. Там, где в названии Шипр, очень ярко звучат Пачули. Пачули в стиле Ботега Венета, холодные, такие чуть-чуть с горчиночкой. Но тут еще есть сладость, скорее всего, амбра какая-нибудь добавлена. Есть сладинка, но Пачули в стиле Ботеги, такие немного замшевые. Не знаю, есть тут замша или нет, но вот по ощущению. Такой красивый осенний аромат. Если вам нравится Ботега Венета, если вам нравится Скинтология Сенсори, у меня он, по-моему, очень тоже похожий на Ботегу, только туда еще малины прям хорошо добавили. Вот это троица друг на друга похожие. И третий аромат, он мне понравился больше всего, вот так вот называется, по-моему, двоечка, да? Много чувствую фруктовых красивых нот, как будто из этих фруктов сделали прям пюре и добавили туда разные щепотки мягких тоже сладковатых пряностей, таких как корица, может быть, мускатный орех, может быть, чуть-чуть совсем перчика, деревяшки теплые, уютные, такие мягкие, как сандал, что-то такое. Приятный, очень приятный аромат, укутывающий осенний, зимний даже вполне. Красивый, красивый парфюм. Я думаю, что если на него будет хорошая цена, потому что те свои сотки я покупала в период скидок за 6 тысяч, по-моему, на них тогда была скидка 70%. 6 тысяч с копейками, там 6 400, что ли, за флакон, я считаю, это, ну, как бы, супер вообще цена. Если примерно такая же цена у меня будет получаться за этот аромат, я его приобрету. Вон, те 2 нет, а это тоже. На этом все, дорогие друзья, вот такой вот у меня получился парфюмерный влог. Обязательно пишите, на что списали свои кэши, что купили, что не купили. У меня, потому что на этот заказ, у меня сейчас уже 3 тысячи бонусов висит за тот флакон, который я в начале влога показывала от Минт, 3 тысячи с него пришло, там была другая акция. И сейчас с этого заказа мне придет почти 9 тысяч кэша, прикиньте, друзья. Так что опять надо будет тратиться больше. Я не знаю, при чем, что мне уже там выбирать, поэтому, может быть, вы мне что-то там предложите, что-то классное, что я еще не знаю. Пишите, мне будет очень интересно. У нас с вами была Карина, увидимся в следующих роликах. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok